здравствуйте уважаемые любители канарейки попугаев сегодня на моем канале будем разбирать тему больше связанная с канарейками а именно поговорим о гнездах какие гнезда лучше какие гнезда хуже и какой материал дать канарейкам для того чтобы птица смогла самостоятельно более уютно более комфортно и создать условия у себя в гнездышке чтобы в дальнейшем там ей было удобно высиживать яички которые она снесет и соответственно когда вылупятся птенцы чтобы птенцам там было хорошо то есть некоторые канарейки даже я бы сказал многие канарейки сами делают гнездышко ну грубо говоря гнездышко в гнездышке то есть мы им ставим сейчас я вам покажу какие гнезда и мы добавляем еще гнездовой материал можно так сказать некоторые а иногда и многие начинающие заводчики разводчики канарейки делать большие ошибки потом у них страдают птенчики иногда даже пропадают кладки которые несут их не самки так вот сегодня я постараюсь вам дать пару небольших советов благодаря которым у вас дела пойдут лучше внимательно смотрите если будут вопросы спрашивайте друзья перед началом видео я сделаю небольшое объявление для тех кто увлекается ловлей диких певчих птиц я готов предложить вот такие замечательные западки это вот человек заказал западочек уже готовый но он два заказал вот один я показал в заряженном виде взведенный а другой вот он есть готовые два западка который сейчас запакую почта и отправлю заказчику значит плюсы этого западка плюс в том что здесь есть по центру отсек для манной птицы вы открываете вот эту дверку сажаете суда снегиря щегла зеленушку там кого вы будете ловить садите манную птицу закрываете вставляете поилку насыпаете корм все и жердочка там будет птичка сидит комфортно кушает поет подманивает дикую птицу дикая птица залетает с этой стороны видите тут все открыто введены курочки садится вот здесь есть такой присест птичка садится и клеточка моментально закрывается с этой стороны происходит то же самое одновременно хлопнула 2 птичка поймана манок сидит все у них хорошо потом вы приходите вытаскиваете птицу садить садите ее в тканевой мешочек уносите ее домой дома желательно тканевый клютам уже отдельная история то есть дома вы ее уже адаптируете и у вас будет дома дикая петча птица кто-то будет заниматься гибридизацией кто-то вы просто для души держать вот по поводу западков так теперь самое главное то что нам нужно будет в сезон размножения вот этих замечательных канареек это вот мои самки кстати говоря это вот четыре моих самки или это одни из моих самок потом еще буду видео снимать как лучше держать содержать самочек перед паровкой допустим если вы держите в маленьких клетках всю зиму то перед паровкой можно выпустить вольеры там или в большую клетку чтобы самочки полетали полеты будут идти им только на пользу так вернемся к гнездышка кого интересуют гнезда и кто не умеет допустим шить или вам просто некогда шить вы можете заказать вот такие прекрасные гнезда гнезда есть двух типов вот такие вот из джута это поплотнее джут был здесь более рыхлый джут радиус значит примерно здесь 11 глубина 6 здесь радиус примерно 10 плюс-минус ну в основном одинаковый радиус есть вот такие вот гнезда из джутовой веревки есть вот такие вот гнезда из нейлона голубые желтые розовые выбирайте любые очень красивые очень удобная птица сидит в таких гнездах с удовольствием но там же все зависит от способности самочки может ли она вообще высиживать яйца или нет вот желтые толщина примерно 11 10 миллиметров то есть дно не будет у вас промерзать что в этих будет теплое дно что вы этих будет теплое дно плюс еще вы сделаете подстилку значит так по поводу гнезд примерно вам понятно желающие могут заказать гнездо по номеру телефона 8 928-231-6107 звоните на пишите на ватсап я приму ваш заказ и отправлю вам почтой любое количество гнезд если надо много обращайтесь заранее потому что здесь у меня ну не быстро не быстро делаются гнездышки надо уделять время что касается гнездового материала помимо как я сказал ранее в гнездо в гнезде что это значит вот вы гнездо ставите в клетку вот допустим в угол туда в дальний что птица было уютно в дальний угол ставите здесь вот допустим есть дверца тут будут крючочки тут устанавливаться два крючочка с помощью этих крючочков мы закрепляем вот таким образом гнездышко сюда ставится и все нормально там будет гнездо стоять другое вот так дверку закрыли проволочка будет зафиксировали все гнездо упал потому что без проволочки но кому надо я поставлю проволочку затем мы даем птицы гнездовой материал это могут быть черешки и очень мне в этом году хочу вам очень мне понравился в такой материал хочу в этом году использовать и рекомендую вам советую что это за материал это обыкновенный джут правильно будет сказать веревка джута из джута она распущена вот видите как я ее распустил теперь мы это все порезали на 2-3 сантиметра получим это вот тут длинный сейчас еще раз прорежем вот этот материал из джута мне нравится потому как он очень хороший практичный чем его практичность тем что в нем не заводятся паразиты в джуте в хэбэе в бумаге в вате заводятся паразиты так вот допустим самые распространенные ошибки это такие ошибки что некоторые заводчики по неопытности в основном начинающие кладут вату вату крайне не надо крайне запрещено не кладите вату это опасно вата может намотаться на лапки птенцов на лапки самки прилипнуть может лапа их птенцам также самка может потом загубить птенцов благодаря вате то есть вату мы не применяем мы применяем веревку джута можете применять веревку хлопка как в школьный канат порезать также небольшие перья ваших канареек можно запасаться и потом предлагать можно таким образом еще положить туда все нас мягкое сено солому нежелательно солома жесткая вот вы установили гнездышко обязательно вот так вот между сеточки между прутиков установите гнездовой материал чтобы ваша самка могла строить гнездо и будете ждать птенчиков видите как самочки уже проявляют интерес к этому гнезду но у меня гнездо не закреплено просто вставил его а вам я предложу там буду специальные скобы благодаря которым гнездо будет надежно фиксироваться в углу если у кого-то есть держатели то просто поставите туда в этот держатель гнездышко и ваши канарейки будут там не яйца когда ставить гнездо я постараюсь ближайшее время снять специально отдельное видео как определить охотность самочки чтобы вы понимали что самка готова в паровку и соответственно можно ей подавать хорошего самца оставить гнездышко и самка будет нести в этом гнездышке яйца с которых впоследствии выведутся птенчики и так друзья я надеюсь это видео вам понравилось теперь вы не будете совершать элементарных ошибок а будет делать все правильно у вас будут гнезда гнезда можете еще раз повторю заказать вышлю любое количество в паре гнездового гнездового материала это то что касается гнездо в гнезде вот пожалуйста надо но некоторые самки допустим некоторые строят вот так вот тут все устилают устилают день-два-три стелят строят а потом возьмут все выкинуты пустой гнездо потом заново строить это нормальное явление у канареек так бывает это них там свои их жизнь так что не пугайтесь что ваша самка строила строила потом все выкинула и снова начала строить это нормально друзья подписывайтесь на канал разводите канареек рекомендуйте канареек друзьям знакомым птички интересные хорошие приносят много радости добра видите как они уже заинтересовались этим гнездом прям вдвоем втроем туда идут это говорит о том что самки уже мои почти готовы надо им сейчас сделать каждую персональную клетку сделать диету особенную чтобы они покушали и овощей и кальция чтобы у них потом не было недостатка кальция ну и также еще сделаю видео какие условия и для чего эти условия делать перед размножением чтоб самка пришла в физическую норму и чтобы самки не было такого что она снесла яйцо второе яичко застряла самка села на пол и надулась и может даже погибнуть вот эти вот всем нюансы мы с вами обязательно поговорим постепенно постепенно сейчас вот за гнездо поговорили все друзья до скорой встречи на моем канале до свидания и 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